Как испортить жизнь дочери и растет агрессия на маму. Мама, когда ты умрешь, ползти в сторону аптеки, когда им нужно лекарство. Пусть ползут. Смогу жениться на папе. Я психолог, психотерапевт Алла Кислицына. Сегодня хочу поговорить о проблемах, с которыми сталкиваемся мы, женщины, когда наши матери стареют. План этого видео такой. Я начну с трех кейсов, чтобы погрузить вас в атмосферу темы дочки-матери. Вторая большая часть — это так называемый след, который оставляют матери в жизни дочерей. И это о типах матерей. И третья важная часть — о том, как взаимодействовать с постаревшими родителями. И прежде чем начать, напоминаю, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Только так, с вашей помощью, мои видео будут становиться лучше. Девочки всегда ближе к матери. Мы вырастаем, а ситуация остается прежней. Наша связь с матерями всегда плотнее. По событиям, по общению. Женившись, сын при хорошем раскладе, если у него хорошая и дружная семья, взваливает заботу о своих родителях на вторую половину. Позвонить, что-то купить, отвезти, позаботиться, записать на лечение. А жена и для мамы мужа становятся словно дочери. Не поблизости, но по необходимости заботиться о стареющих родителях. На первой сессии, когда я собираю подробную информацию о клиенте, я слышу почти всегда. У меня было хорошее, нормальное, счастливое, здесь возможны вариации, детство. Зависит даже иногда от настроения. Или от степени ее закрытости. Или от того, как срабатывают психологические защиты. Идеализация детства — это наше все. Но потом, когда терапевтические отношения уже крепнут, когда доверие к терапевту подрастает, можно услышать много интересного и сложного об отношениях матерей и дочерей. Первый кейс. Мазохистическая мать. Нарциссический или психопатический отец, я не могу точнее сказать. И тот, и другой не имеют эмпатии, жалости к своим жертвам. Оба они жестоки. Но если для психопата жестокость — это привычный способ взаимодействия, то нарцисс упивается своей жестокостью. И моя клиентка всю жизнь, жалевшая маму, вот в такой семье, начала понимать, что она мало того, что свою жизнь загубила в таком браке, но еще и детей своих в эту мясорубку бросила. И растет агрессия на маму, жалость к себе. Если она уже была довольно долгое время мамой своей маме, бывает такая инверсия ролей, то теперь она хочет уехать в другой город, чтобы быть подальше и от отца нарцисса или психопата, и от вечной жертвы матери. Второй кейс. Клиентка после смерти отца в подростковом возрасте становится самым главным ответственным человеком в семье. На маму опереться нельзя. Приходится опираться на себя. И она с 13-14 лет отвечает за все хозяйственные бытовые вопросы и поддерживает маму. Вот мама такая слабая женщина, была всегда за папой. Но ее мама восхищает ее, кажется, и умницей, интересной, глубокой. А сейчас, когда когнитивные функции мозга меняются, мама перестает интересоваться чем-то действительно новым и постепенно превращается в бабку. И для моей интеллектуальной клиентки это серьезная проблема. И она не желает, не хочет жить с ней под одной крышей, пока они живут отдельно, но в перспективе да, именно это. И ее это пугает. Еще один кейс. Мама в расцвете лет была вся в общении, в подругах, в работе, в хобби. Для дочки у нее оставалось не так много времени. Прямо скажем, совсем мало. Теперь, когда она стареет, она буквально слепляется со своей дочерью. Вы едете в отпуск и меня возьмите. Я боюсь оставаться одна, когда муж уезжает в командировку. Да, она по-прежнему замужем, живет с мужем. Пришлите мне внука ночевать, если муж в командировке. Вы переехали из Сибири в Краснодарский край, и мы хотим с вами. И у клиентки возникает чувство вины, что она сама уехала, маму оставила. И это поначалу звучало на самом деле, как некая трагедия. Словно мама прикована к постели. Вот так взрослыми дочерьми манипулируют мамы, стареющие мамы. И когда на наших сессиях разворачивается взгляд взрослой уже дочери, и она смотрит вперед на свою жизнь, перестает оглядываться бесконечно на маму, то картина жизни меняется очень сильно, прям качественно меняется. Дочь перестает смотреть и виниться по поводу матери, словно старость матери это ее дочери вина. И она испытывает колоссальное облегчение. Она будет заботиться о своих родителях, но уже не из состояния долженствования, а из состояния взрослого человека, ответственного человека. И начинается все с самого раннего возраста, с довербального периода. Мать смотрит на младенца, ну в данном случае на дочь, и по какой-то причине младенец ей не нравится. Ну, допустим, черты лица не нравятся матери, не на меня похожи. А мать в этом возрасте, зеркало, и отражает она, подсвечивает то, что ребенок еще осмыслить не может. И если мать смотрит на младенца, и она расстроена, что у девочки ушки или там не такие лопоухие, или ножки кривые, то девочка этот взгляд интроицирует, встраивает, и видит себя потом уже на протяжении всей жизни именно так. Вот он, первый важный след матери в жизни дочери. Следующая большая проблема случается тогда, когда женщина, став матерью, возводит роль матери в абсолют. Эта роль становится доминантой, главным вектором в ее жизни. И вот такая мать ждет от дочери полного посвящения своей жизни матери уже. Такой вот пейбэк. Дочь несет на себя все возможные ожидания матери. Дочь для нее и муж, и мать, и подруга. И жить эта женщина, эта дочь будет с чувством вины, ведь она хочет уйти из этих удушающих ее отношений. И она будет жить с чувством неоплатного долга, ведь она не просила столько. И с чувством злости. Ведь злость — это такая сепарационная эмоция, на ней проще выйти из слияния. Роль матери, которая доминанта в жизни женщины, опасна для дочери. Но есть еще одна не менее опасная для маленькой дочери роль ее матери — роль жены. И в этом случае между ними будет необъяснимая с точки зрения законов разума конкуренция. Между маленькой девочкой, которая в возрасте 3-5 лет переживает дипов комплексы, она борется с матерью за внимание отца и матерью. И она устраивает вот эта маленькая девочка истерики. Например, спрашивает у нее, мама, когда ты умрешь, я смогу жениться на папе или выйти замуж за папу? И эта история может вызвать сильнейшую ревность у матери. И вы понимаете, что может дать дочери мать, которая видит в ней конкурентку. И еще одна история, как испортить жизнь дочери — это придавить ее бетонной плитой ответственности за свои несчастья. И вот такая несчастная мать вызывает у девочки или вину, или, простите, отвращение. Отвращение как базовая эмоция возникает тогда, когда что-то угрожает нашей жизни. И мы должны, как несвежую пищу, которая вызывает отвращение, должны исторгнуть это. Так и в отношениях. И если вы чувствуете отвращение к какому-то человеку, спросите себя, чем этот человек для меня опасен. Следующий след — это нелюбящая мать. Казалось бы, природа дает женщине материнский инстинкт, и каждая мать должна любить свое чадо. Но не всегда так бывает, иначе бы не было брошенных детей, детей, оставленных в детдомах, кинутых на родственников и так далее. Есть гипотеза, что послеродовая депрессия — это попытка привлечь к заботе, воспитанию ребенка других людей, потому что собственной любви не хватает. И даже самая любящая мама может захватываться этим состоянием нелюбви. Когда она устала, когда ребенок кричит, и она не в состоянии о нем позаботиться. Что же делать? Наши матери постарели, мы взрослые. Нужно выделять время и не подгонять общение с мамой под наши стандарты. Они другие. Мы еще не знаем, как это быть таким вот пожилым. Вспоминать о детстве, порасить их рассказать об этом. Может быть, раз в какое-то время, раз в месяц или в две недели выгуливать маму, сходить с ней в концерты, в театры, в кино, в рестораны. Важно не брать на себя все бытовые вопросы, все вопросы, касающиеся здоровья. Если родители, наши постаревшие родители, могут ползти в сторону аптеки, когда им нужно лекарство, пусть ползут. А наша взрослая ответственная позиция – дать им ползти в этом направлении и не помогать. Дать им возможность самим бороться со старостью, с дряхлостью. Это гораздо важнее. Потому что взятые на себя когнитивные функции наших родителей, наших мам, ведут к тому, что мозг пожилого человека усыхает. И эти функции когнитивные из мозга просто улетучиваются. Знаете, моя мама иногда чудила, говорила, я не знаю, как пользоваться этой микроволновкой, я не знаю, как включать эту сенсорную плиту. И у меня было ощущение, что я должна это делать, я делала, я включала. Пока в какой-то момент я не поняла, что это вообще путь в никуда. И я перестала это делать, я начала ей показывать. И она сначала очень раздражалась, она говорила, что она никогда не сможет научиться этому. Потом как-то в один прекрасный день я захожу, а она сидит, смотрит телевизор. Я говорю, что получилось, мамочка? Да, получилось. Это так здорово. Ты думаешь, что ты уже вообще ни к чему не способен, а потом ты берешь и делаешь. Я думаю, что это для наших стареющих родителей очень важно. Пробуйте найти для мамы какое-то хобби, обучение. Загрузите ее мозги. Мозг, как и мышцы, без нагрузки усыхает. Если есть какие-то непринципиальные вещи, в которых, может быть, ваша мама чудит, пусть чудит. Не ломайте, не переделывайте ее. Я, например, чтобы накормить птиц, режет каждое утро хлеб на мелкие кубики. Это прям долгая, утомительная, однообразная работа. Можно наломать хлеб за 2 минуты, а можно резать его 30 минут. Поначалу я уговаривала ее, показывала ей, сломала мало, потом одумалась. Если возможно договориться, организуйте ей работу с психологом. Моей мамы тоже. Я думала, что это вообще невозможная история. Но мама согласилась попробовать. Говорит, один раз. А потом говорит, как мне хорошо после встречи с этой замечательной женщиной. Какая это привилегия, когда у вас живы родители? И у вас есть возможность каждый день быть лучше, чем ты есть на самом деле. Зачем ехать на какие-то ретриты, випассаны? Просто проведите неделю со своими стариками. Смиренно, терпеливо и по любви. Вот главный ретрит. Вот такие сегодня мысли на тему дочки-матери. Подписывайтесь, заглядывайте на следующее видео. Благодарю вас за то, что вы бываете со мной. Спасибо.